Продолжим грамматический разбор сура «Аль-Байна». Мы остановились на седьмом аете. «Инна лидына аману ва амилю ссалихати улайка хайру аль-бария» Поистине те, которые уверовали и совершали праведные деяния, те наилучшие из творений. И арабы грамматический разбор слова «Инна лидына аману» точно-точно такой же, как и в слове «Инна лидына кафару». Поэтому не будем все это повторять в подробности. Скажем лишь, что «Инна» это «Харф Тавкидин» «Частиц усиления», «Аль-Лидына» это «Исман маусуллин» «Относительное мисмейне», «Маблимин с неизменяемым окончанием», «Исмуйна» является «Исмуйна», имя частиц «Инна» «Фимахалинас» «Мейспаджанас». Глагольное предложение «Аль-Жумлятуль-Фа'лииту аману» Это будет «Суллит Маусулли» — «Предаточное предложение относительно мисмейне аль-Лидына» «Ла махалала Аминал-Ираби не имеющим места в падеже». Дальше у «Амилу» «Аль-Вау» это «Харф Адвин» «Союз» «Маблим Аля Фатха с неизменяемым окончанием» «С Фатха на конце». И «Араб Аману» точно такой же, как и в предложении «Кафру» в предыдущем аяте, так как «Амиле» это «Фа'лин Маадын» Глагол «Прощадьчего времени» «Авау» это «Домир Муста» слитное местомение «Фа'ль» 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 «Действующее лицо глагола «Амилем» «Вал Альфа» «Фа'рикут» «Альфа» «Различение» «Различие» «Вал Фа'ль» «Мааа фа'ль» Глагол «Амиле» Вместе со своим фа'лем «Всё это жумлятун фа'лиетун» Глагольное предложение «Маадуфутан аля жумляти аману» «Соединено» «Союзовало с предыдущим предложением» «Фа'ля махаллах мин аль-араби к сабиqa'tiha» «То есть аману» «Поэтому так же как у предыдущего предложения у этого тоже не будет места в падеже» «Ас-салихати» «Это мафул михи прямое дополнение» «Онсубан поставлен в состояние «Вениттин падеж» «У аламуты нас бы признак падежа нас в этом имени» «Аль-каср таз-зафир туа фи ахли хьяуна каср на его конце» «Ниябаттан аль-фатхатиф» «В качестве замены основному признаку фатхи» «Почему здесь сказано?» «Лианнаху джема'ун бил альфи ватта и аззайдатин» «Так как это форма множественных числа, образованная путем добавления буквы альфа и та на конце» «Это то, что называет джема'ун муаннатин салим целое множественное число женского рода» «Но вот это определение, этот термин, он более точный» «Дальше» «Иарабы, грамматический разбор предложения «Уля и кахум хайруль бария» «Можно сказать, мы подробно провели, разбирая в 6 аете предложение «Уля и кахум шаруль бария» «Поэтому не будем всё это повторять» «Скажем лишь, что уляки» – это муптада, подлежащее именного предложения «Хум» – это или муптада ун тхани или второе подлежащее или как ламир и фаслин или местомение, различие «Хабарун» «Хабаруль муптада и тхани» «Или сказуемое второе подлежащее у хум» «Если мы скажем, что это второе подлежащее» «В этом случае именное предложение «Хум хайруль бария» будет хабаром, сказуемым, подлежащего уляи» «Хайруль у нас будет сказуемым, подлежащего уляи» «Если мы скажем, что хум – это дамир и фаслин» «Местомение различия» «Хайруль мудафа» «Хайруль является мудафом» «Аль-барийти» – это мудаф или вторая часть из-за фиатной связки «Вал муптада у маа хабарихи» «Подлежащее уляи» «Вместе со своим сказуемым» «Все это джумлятун и сметун» «Именное предложение» «Истинная фиатун» «Возобновленное новое предложение» «Ла махаллахаминал Ирраби» «Не имеет места в падеже» «Далее» «Их воздаянием у их Господа будут сады и дыма» «В которых текут реки, пребывая в них вечно» «Джаза» «Мубтада» «Подлежащее именного предложения» «Марфуан» «Бельбитада» «Поставлен» «Состоянный раф» «Именительный падеж» «Ва аля мутрафы» «Признак падежа рафа этого имени» «Аль-дамуту-захерута» «Фи-ахри» «Явный дом на его конце» «Можно сказать «Фи-ахри» или «Аля-ахри» «Тоже» «Ваджаза» «Мудаф» «Первый член зафетной связки» «Хум» «Аль-хау» «Слитное местомение» «Мабниму аля домину» «С неизменяемым окончанием» «С постоянной дома на конце» «Фи-ахри» «Наместь падежа жар» «Родительный падежа» «Мудафуну» «Или второй член зафетной связки» «Аль-мимус саакинута» «Сакунируну мим» «На конце» «Аля-муту-джами аль-мазакри» «Признак множественного числа мужского рода» «Аинда» «Зарфу маканин» «Обстоятельность места» «Мутаалликун биджаза» «Состоит в смысловой связке» со словом «джаза» «Мансубин» «Поставлен в состояние насв «Винительный падеж» «Аля-муту-джами» «Признак состояния насв» «В этом имени» «Аль-фатху-джахри» «Аля-ахри» «Явная фатха на его конце» «Аинда» «Мудаф» «Являет первой частью зафетного сочетания» «Робби» «Мудафун» «Мудафун» «Поставлен мудафун» «Состояние жар» «Родительный падеж» «Аля-муту-джари» «Признак паджа-джар» «В этом имени» «Аль-касрату-захрту» «Аля-ахри» «Явная фатха на его конце» «Робби» «Мудафун» «Являет первым членом «зафетной связки» «Хум» «Аль-хау» «Слитное местомение» «Мобни» «Аля-касри» «С неизменяемым окончанием» «Скасры на конце» «Ви махалли-джаридми» «Мудафун» «На месте паджа-джар» «Посредственно» «Харфа-фи» «Вальмимус саакинуты сакунирну мим» «На конце» «Аля-муту-джами-аль-мудафун» «Признак множественного числа «Морского рода» «Джаннати-адни» «Джаннати» «Хабар-аль-муфтадай» «Морфун» «Поставлен в составе «Рафа» «Именительный падеж» «Сказуемое подлежащего» «Вальмуту-джахи» «Признак паджа-я-рафа» «Этмиме-не» «Аддамуту-джахи» «Аля-ахри хьяваный даму на его конце» «Вальмуту-джахи» «Цлова «Джаннати» «Ивляясь мудафом» «Ювляясь первой частью «Изоф益тной связки» «Изоф益тного сочетания» «Вальмуту-джхази» «Мудафун» «Илия вторая члена «Изоф益тного сочетания» «Моджерурн был мудафу» Поставлен мудафом состояния жарва родительный падеж. В алямуту жарви признак падежа жарва этом имени «Аль-касрату-захрату фи-ахри» явная касра на его конце. В аль-мубтада умаа хабарихи подлежащие жаза со своим сказуемым джаннат все это жумля туни сметан именное предложение. Истина фи-тунель и бтида-и-тунь возобновленное новое предложение «Ла махалляха минал-и-араби не имеет места в падеже». Аллаху а'нам.